Добрый день, страна! С вами Юрий Бажан. И сегодня я хочу вам рассказать про масляное покрытие для деревяшек, которые стоят у нас на улице. То есть для уличной мебели, для каких-то уличных вещей, для всего, что стоит на улице, как бы производители масла придумали для нас специальную технологию покрытия. И все вы знаете, что я с Мартьяновым работаю, да? И вот я с Мартьяновым проконсультировался, потом проконсультировался еще с одним человеком, который тут у нас кроет деревянные дома этим Мартьяновым. И, в общем-то, пришел к выводу о том, что покрытие вот таких вот вещей, как мой штурвал, а мой штурвал как бы предназначен для эксплуатации на улице, оно может производиться маслами, но оно должно быть многослойным. Итак, первое, что мы делаем, это применяем антисептик. Антисептик, он тоже на массовой основе у них написано, глубокого проникновения. Его задача какая? Он проникает в деревяшку и создает защитное покрытие от грибка, от всяких разных бег. И в случае с дубом, как у меня, например, штурвал, антисептиком теоретически, наверное, можно было не покрывать. Но положено по технологии антисептик, я, значит, применил. Антисептик проникает хорошо, глубоко, быстро сохнет. Буквально часов шесть, наверное, и все, и антисептик как бы у нас застыл. Ну что, начинаем мы работу с антисептика. Теоретически, как бы дуб можно было без антисептика пускать, но на всякий случай сделаем все по-честному. То есть антисептик глубокого проникновения от Мартьянова. И наносить я его буду кистью. То есть обычно такие вещи я наношу тампоном, но поскольку форма штурвала очень сложная, мы бахнем его кистью. Ну, задача антисептика как бы предохранить от гниения. Опять же, как бы в случае с дубом не очень актуально, но вот в случае со всеми остальными породами, которые мы прямо здесь используемся, да, это может быть и актуально. Поэтому на всякий случай мы бахнем все антисептиком. Наносится он так же, как обычное масло. Ничего такого нет уж сложного сильно. И я буду наносить так от души. Смотрите, как здорово засияет сейчас. Вот это наша центральная часть. Просто сияет. Сияет и сверкает. Ах, какой у меня штурвал-то будет, огонь. Ну и все. Работаем антисептиком. Ждем, пока он высохнет. И продолжаем уже там сначала лазурью, потом маслом. Работаю, обратите внимание, в перчатках, потому что я с этими составами раньше не работал. Что там в них, не знаю. Поэтому на всякий случай перчаточки надел. Кроме всех прочих своих заслуг, я еще и пишу книги. И вот я написал три книги. Они все по нашим деревообрабатывающим делам. Первая книга «Современная столярная мастерская». Она, братцы, про мастерскую. Она для тех, кто собирается заняться там столярным делом. И для тех, кто, может быть, там, хочет построить большую мастерскую, маленькую, неважно какую. Она позволит вам расставить акценты правильно. И позволит вам сэкономить при покупке станков оборудования. Книга реально помогает. И множество отзывов в сети, вот они, именно вот в этом плане. То есть, она нужна именно тем, кто, ну, как бы, забил свою голову вот этими всеми видео там и какими-то другими источниками. То есть, вот она все расставляет по полкам. Вторая книга. Вторая книга «Бизнес столярки». То есть, книга про денежки. Не секрет, не для кого, что начать свое дело, как бы, сложно. И вот эта книга позволит вам правильно, опять же, расставить акценты на приценообразовании и вообще при, как бы, попытке сформировать свою корзину, так скажем, своих товаров и услуг. То есть, вот здесь все четко написано. Кто покупает, за сколько покупает, как выставлять, сколько ставить цену там, как нам оценивать, как то, как все. В общем-то, вот все, что касается денег в столярном деле, вот в этой книге. Причем, эта книга еще поможет не только столярам, она поможет любому человеку, который продает то, что делает самостоятельно, своими руками. То есть, будь ты кондитер, будь ты там гончар, будь ты там кузнец. То есть, все бизнес-процессы, они все одинаковые. Ну и третья моя книга. «Токарное искусство. Точение цельной древесины». То есть, это самый такой трудный мой ребенок. Тяжелее всего она у меня шла, тяжелее всего мне она далась. Но это неудивительно. Это первая книга на русском языке за 129 лет. То есть, 129 лет литература на русском языке по токарному делу не выпускалась. И книга эта, она... Я читаю, что это настольная книга токаря. То есть, вот ты начал точить, надо прочитать. Потому что все здесь сразу станет более понятным, более ясным. Понимаете, весь мой опыт точения, там, десятилетний, он весь в этой книге. Кроме сегментного точения. Потому что сегментное точение будет во втором томе моей книги «Токарное искусство». Следующий элемент покрытия. Продолжение следует...